Итак, приближается фестиваль «Света Старого Рига-2014». Диана Чивла, куратор этого фестиваля и руководитель бюро Рига-2014 у нас в гостях сегодня. И, как мы знаем, в этом году фестиваль Старого Рига обещает зрителям сюрпризы. Что именно мы увидим в этом году? Здравствуйте, доброе утро. Во-первых, я могу рассказать, что в этом году в нашем фестивале намного больше, чем предыдущие годы, художники «Света» из-за рубежа. Не наши, местные, но и такие художники «Света», которые принимали участие в многих зарубежных фестивалях «Света». То есть специально привлекли, да? Мы пригласили их, и это очень разные случаи. Один случай или два случая, где мы просто пригласились их поставить те же проекты и инсталляции, которые уже были в других фестивалях. Но в многих случаях они специально для Риги, для нашего фестиваля сделают новые видеоинсталляции. Я думаю, это будет очень интересно. А где вы не можете пока раскрыть? Или хотя бы места? Места все могут уже посмотреть в карте. Надо просто посещать наш веб-сайт www.staroriga.lv. И там есть карта, есть уже специальные газеты даже, которые распространяются везде. Например, «Нарвисенс», можно зайти, взять газетку, посмотреть и уже узнать все эти объекты, которые в программе фестиваля. Ну, я так понимаю, что объектов будет больше, да, чем в прошлом году? Где-то я так слышала. В такой основной программе фестиваля у нас 22 объекта. Это, как мы говорим, полный алфавит, поскольку в карте эти объекты обозначены буквами. Но есть вторая программа, очень важная программа, поскольку я даже хочу пригласить всех слушателей участвовать в фестивале, стать самим художником света и сделать свой световой объект, и поставить этот объект в карте. А как именно можно поучаствовать в фестивале? Мы, знаете, тема этого года – карнавал Риги. Так что мы можем вообразить, что каждый дом, каждое окно становится как участником этого светового карнавала. И мы даем такие советы. Можно даже иногда очень простыми средствами украсить свой дом, украсить свои окна, поставить красочные лампочки и участвовать в карнивале. Ну, это будет просто участие или нужно как-то заявить, скажем, что ты участвуешь и принимать участие в каком-то конкурсе? Надо заявить. Есть, в нашем уже я упоминала, в веб-сайте есть карта. Каждый может поставить там свой объект, фотографии своего объекта, и тогда другие, посмотря на эту карту, могут голосовать. Или, например, сосед может посмотреть. О, мой сосед поставил красивый объект в своем окне. Я тоже поставлю. Так что я думаю, что это, я просто сердечно приглашаю всех участвовать. А вот не нужно разрешение от хозяина дома, если ты живешь там, допустим, не в своем доме, но вот как-то украшать световыми какими-то вещами? Я думаю, что в таких случаях, если кто-то хочет украсить весь фасад, например, Это, конечно, надо согласовать. И мы очень приглашаем всех смотреть на то, чтобы было огнеопасно, не огнеопасно, и смотреть все эти такие, ну, просто относиться хорошо к всем имуществам. Но я думаю, что просто украсить окна надо только... Ну, это понятно, да. Изнутри там уже, по-моему, можно, да. Еще среди сюрпризов, насколько мне известно, будет бесплатный Wi-Fi. Это мы очень благодарны нашему партнеру, Латтелеком. Будет в парках Риги у больших объектов. И даже специальное место, что Латтелеком сделал у остановки, у кабинета министров, такое специальное место, где те, которые делают фотографии, например, могут пойти туда и их даунлаудовать и попить чай там на такое место, где те, которые пользуются технологией, могут использовать во время фестиваля. Скачать, да, фотографии? Скачать, да. А вот португальская компания представляет, насколько мы знаем, какой-то цирк света. Что вот это будет, может быть, немножко раскроете? Цирк света, вообще, этот цирк света путешествует по всем фестивалям света. И это видеоинсталляция специально сделана для нас. Там участвуют наши символы. Это представление цирка мы можем представить себе. И это видеоинсталляция. То есть, какие символы? Рижские, вот эти там кот, кот наш чёрный, да? Рижский, наш чёрный кот. Петушок тоже, наверное, да? Петушок. Ригс Беберс. Да, Бобер. Бобер, да. Он тоже участвует. И в интермедиах видеоинсталляции участвуют жители Сигулды. Они там аплодируют, радуются всем. То есть, не только рижане. А почему Сигулды? Сигул, да, это наш город-партнёр в программе «Рига-2014». Поэтому мы пригласили их. И я думаю, что это будет одно из очень интересных, таких больших видеопроекций и больших проектов фестиваля. А вот парад какой-то «Тайная жизнь света» это что значит? Да, это, мне кажется, немножко же загадочно. Я надеюсь, что все хотят видеть, что свет делает ночью. Когда мы спим, что делает свет. Конечно, это надо включить в воображение. То есть, какая-то фантасмагория, да? Да, и такой объект света, который передвигается по всему старому городу. И там такая история рассказана. История световых объектов и что они делают. Откуда они будут передвигаться? Они передвигаются по старому городу. Они передвигаются практически ратушу, вальню улицы, смилошу и обратно на Домскую площадь. Здесь такой круг делает. То есть, это будут живые персонажи такие световые или что? Это будут объекты. И там очень много участников из танцевальных коллективов, тоже в специальных нарядах. Так что, я думаю, что это будет очень интересно. То есть, ну это люди будут из себя представить объекты? И люди, и инсталляции. И инсталляции тоже. И это будет какой-то как экскурсия, да, такая, за которой можно будет идти и следить? Есть два варианта. Там же, по-моему, они будут в 19, в 20 часов, да? Да, в 19, в 20. Она протяженностью один час, да, будет? Да, да. Она медленно передвигается. И есть два варианта. Один вариант – вы можете встать на улице и посмотреть. И когда проходит весь парад, вы можете узнать эту историю. Но есть и другой вариант. Вы, конечно, можете передвигаться вместе с парадом. Ну, это как кто хочет. И я думаю, что там как раз можно сделать очень интересные фотографии. Ну, так что, я думаю, будет интересно. Да, можно ли сказать, что что-то вот наша вот Старо-Рига – это что-то такое уникальное в Европе? Я понимаю, что во многих столицах пытаются что-то такое делать. Но в таком комплексе, видимо, нечасто можно увидеть. Я думаю, особенно в этом году, поскольку я знаю, что все те зарубежные художники, они, ну, скажем так, топ-художники, которые участвуют в фестивалях в Европе и не только в Европе. То есть они очень известны в своем... В этом смысле, в контексте световых фестивалях, да, это так. И поскольку они здесь, я думаю, что это... В этом году мы делаем такой большой скачок в международном уровне. И я видела много фестивалей света в разных странах, в разных городах. Ну, я думаю, что мы можем гордиться, что наш фестиваль самый большой в нашем регионе. Это точно. Диана Чивла у нас в гостях, куратор фестиваля «Света Старого Рига-2014». Надевайте наушники, у нас есть звонок. Пожалуйста. Здравствуйте, слушаем. Доброе утро. Я просто наблюдал давно, как развивался этот фестиваль. И как он набирал обороты свои. И у меня организатор такое предложение. Просто он сравнил с канавалом Бразилии, и он привлекает очень много туристов. Не нельзя ли этот фестиваль продлить? Не пять дней, ну, хотя бы недельку. А лучше две недельки. Спасибо большое. И заодно посветлее, да? Этот фестиваль еще работает против осенней депрессии, которая в ноябре очень всех... Да, мы хотели бы. Да, и у нас, хотя с ужасом, как-то связано с привлечением туристов. То есть, понятно, его интерес. Но эта идея очень правильная, поскольку... Ну, например, Лионский фестиваль света, там тоже 3-4 дня. Поскольку этот фестиваль стоит техника, технология стоит. И использование на днях. И в Лионском фестивале 3 миллиона туристов. Это, конечно, французские местные туристы очень много. Но очень много туристов. И это правильно, что фестиваль света повышает посещение города. Я думаю, что наш фестиваль тоже такой. Поскольку я даже знаю, нам звонили многие турфирмы. Они едут автобусами из Литвы и Эстонии. И я думаю, что если мы сейчас, поскольку этот год международный очень виден, у нас будут и гости из разных фестивалей, и других фестивалей света, и все художники тоже будут здесь. Они работают со своими объектами. Мы уже сейчас на международной арене в этом году больше видны, чем в предыдущих годах. Так что я думаю, что... Ну, если ответить слушателю, то я думаю, что не сможем на неделю. Но я думаю, что все равно мы должны гордиться нашим фестивалем. Спасибо. С нами сегодня этим утром была куратор фестиваля света Старого Рига-2014 Диана Чивла, а также руководитель бюро Рига-2014. Спасибо вам. Надеюсь, что все вы посетите этот фестиваль, и немножко света придет в вашу жизнь. И сделайте свои объекты. Обязательно. Приглашаю всех. Поучаствуйте, уважаемые радиослушатели.